На самом деле, в 1979 году не было исламской революции в Иране. В 1979 году произошла так называемая консервативная революция. Консервативная революция, которую осуществили в конечном счете клерикалы. Они осуществили традиционалистский переворот. Это был переворот не в интересах чистого ислама, это был переворот в интересах традиционной жреческой касты, которая под разными масками до сифевидов, как шииты, после сифевидов они были суфиями, после сифевидов они стали шиитами. Это все те же самые суфии. В основе их доктрины Ирфан, Гнозис, и содержанием этого Гнозиса является учение Амияцкого суфия, Мухиединой Ибн-Эль-Араби, который никакого отношения к шиизму не имеет. Это человек, который создал доктрину Вагдата-Львуджуд, то есть пантеистическую доктрину так называемого единства бытия, которая просто принципиально ничего общего не имеет с коронической доктриной трансцендентного Всевышнего Творца. Это доктрина, просто-напросто доктрина пантеистическая, которая своими корнями восходит к грекам, к платонизму, к неоплатонической философии, и которая контрабандой проникла через суфиев в сердце исламского мира, и до сих пор его отравляет вот этой вот клерикальной метафизикой, которая распространяется из Кума. То есть там сидят в Куме, в Тегеране, сидят попы, стоящие на платформе греческого гнозиса, которые выдают себя за исламских вероучителей, требуют таклида, то есть следования себе, объявляют себя мучтахидами. В действительности их мировоззрение, это мировоззрение, ничего общего не имеющее с исламской доктриной, более того, ничего общего не имеющее с Нахджульбалага, то есть с собранием выступлений, проповедей и посланий Хазрата Али, алейхиссарам, которого они объявляют фундаментом и основой шилидского масхаба. Но если вы возьмете философию кумских аятол, и то, что собрано в посланиях Хазрата Али, которого они считают первым имамом, то есть Хазрата Али, это, так сказать, гордость уммы, это один из ярчайших таких сподвижников нашего пророка, Саля Аллаху Али и Васалям, ничего общего между той доктриной, которая содержится в его посланиях, и доктриной, которую мы можем обнаружить в писаниях Аятол, Талибани, Таватаваи, Лариджани и так далее, ничего общего не будет. Это пантеизм, чистый пантеизм. На самом деле это суфии, которые сбивают с толку, называются ошибки.